Эту площадку перед экспоцентром стоило бы назвать площадью бывших, потому что здесь все бывшее. Бывший дворец культуры, бывшего Онежского тракторного завода, бывший фонтан Журавли, который не работает уже много лет, а еще это бывшая Рудяная площадь. Историческое название вернулось на карту города в конце 2018 года. Когда-то здесь был пустырь, где складировали руду, необходимую для выплавки пушек на Александровском заводе. Отсюда и название – Рудяная площадь. В начале 20 века здесь построили заводские конюшни, и площадь стала конюшенной. В советские годы оба названия как-то сами собой ушли из обихода, и площадь стала просто безымянной. В 1958 году здесь появился дворец культуры ОТЗ, тоже бывший. Когда площадь стала конюшенной, точно такое же название получила и находящаяся поблизости улица. Она начиналась где-то в районе улицы Герцена, шла мимо стадиона «Спартак», вдоль Лососинки и затем до самой ямки. Давайте немного по ней прогуляемся. Кстати, здесь, на берегу Лососинки, находился очень популярный летний шалманчик с дискотекой под открытым небом и прочими радостями. Будучи студентом, в начале нулевых я здесь бывал, и даже представить себе не мог, что шалманчик находился на конюшенной улице. Сейчас на этом месте неплохая детская площадка, построенная по программе правительства Москвы. Прогулявшись по конюшенной, мы выходим в ямку ОТЗ, там, где сейчас находится сад камней. Когда-то это место называлось Гористой площадью, и это название тоже официально вернули. Долгое время здесь был пустырь, который впоследствии стали использовать подзимний рынок. Как правило, ярмарки проводились накануне церковных праздников. Сюда съезжались торговцы и ремесленники со всей губернии. Балаганщики устраивали представления. В общем, жизнь в ямке Александровского завода била ключом. В советские годы здесь был обустроен большой парк, и бывшая Гористая площадь вошла в его состав. Парк всегда пользовался популярностью у горожан. Сегодня он тоже востребован. Будем надеяться, что петрозаводские власти не ограничатся лишь присвоением Гористой площади исторического названия и продолжат благоустройство этого городского объекта. Потому что здесь еще есть, что благоустраивать и над чем работать.